Возможности импортозамещения обсудил губернатор Валерий Шанцев на заседании Совета по физкультуре и спорту в Москве. Глава региона попросил президента России Владимира Путина поручить Минпромторгу включить в программу импортозамещения комплектующие конструкции и оборудование для спортивных комплексов. Ведь в настоящее время при строительстве фоков в Нижегородской области в основном используются отечественные материалы. Однако такое оборудование, как ледовая система, ледозаливочная техника, система автоматики и вентиляции поставляются импортными производителями. Поскольку в стране отсутствует оборудование с нужными параметрами. Помимо этого Валерий Шанцев отметил, что проект можно было удешевить, если бы строительство физкультурно-оздоровительных комплексов было признано типовым для всей страны. Поскольку именно в ФОКах идет подготовка спортсменов для нижегородских команд. Вот целый набор поручений от имени заседания Совета, от имени президента. Готовим молодые кадры для наших профессиональных команд. У нас некоторые команды уже практически полностью за счет наших выпускников детских и юношеских спортивных школ формируются. Кроме этого, в хоккей, например, у нас ребята 14-15 лет уже обладатели золотой шайбы всероссийской. Студенты чемпионы России, молодежная чайка чемпионы России, девчонки в хоккей уже все выиграли, что можно только вплоть до Кубка Европейских чемпионов. То есть и это тоже направление, которое выходит непосредственно из массового спорта, спорта высших достижений. Потому что если не будет звездочек, если не будет этого пути, тогда интерес занятием спортом будет пропадать. К слову, программа по строительству фоков уже получила высокую оценку как руководства страны, так и профессиональных спортсменов. Каждый комплекс включает в себя три блока. Многофункциональный спортивный зал с трибунами, две чаши бассейна и крытую ледовую арену. Всего в Нижегородской области работает 27 фоков. В этом году в регионе откроется сразу пять крупных спортивных объектов. Три спортивных комплекса в Городецком, Арзамаском и Починковском районах, а также два ледовых дворца в Сеченово и Навашино. А что касается Нижнего Новгорода, то по поручению главы региона спортивный комплекс на улице Ярошенко муниципалитет должен сдать к началу нового учебного года. А фок на Тропинино открыть к грядущему Дню народного единства.